Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На проект пришли два новеньких парня. Один из них Семен ухаживает за Викой Комиссаровой. Второго парня мы уже представляли. Он впечатлил фанатов телепроекта, которые обсуждают, на кого же он похож больше, все-таки на Винцеслава или на молодого Андрея Чуева. Многие в нем видят общие черты с Катей Токаревой. Лиза Полыгалова была на свидании с Никитой Кузнецовым. Он хороший парень, пишет Лиза, и мы с ним просто общаемся и узнаем друг друга. Пока ни о какой влюбленности речи не идет, не сгущайте краски. Также к Лизе на проект приезжает новый парень. Он фельдшер из Кемерова, ему 26 лет, любит писать шутки для КВНа и стендапа. Григорий Чистяков хочет добраться до Москвы автостопом. Саша Артемова рассказала, как Женя Кузин увековечил ее имя на острове. Теперь, подплывая к нам, сразу видно деревянные буквы, просверленные в скале. Увековечил так, что не отодрать никак. Также Саша утверждает, что Лиза и Никита влюблены друг в друга уже давно, но как бы не отрицала этого сама Лиза. В сети обсуждают фотографии Ольги Рапунцеля и неизвестного мужчины. Якобы это ее тайный сейшельский спонсор. Говорят, что пара Димы Дмитренко и Оли – это фикция, они просто денежку рубят. Играют на проекте «Любовь». Глеб Жемчуков все еще надеется на возвращение своей жены Ольги. Даже несмотря на то, что у нее уже есть новый молодой человек. Глеб сказал с журналистом. Сейчас по интернету гуляет их совместное фото. «Надеюсь, Оля будет благоразумной и познакомит нас. Ведь этот человек будет жить с моим сыном, и я должен его знать. А если не познакомит, то я сам найду его. Просто поговорим по-мужски». Жемчуков хочет дать Оле нагуляться, чтобы она попробовала все новое. «Это неплохо, если она хочет, пусть пробует. Я все равно ее жду и надеюсь, что она вернется». Сергей Кучеров приобщает Сашу Харитонову к занятиям спорта. Он в залпе, пишет Харитонова, «А я в бассейн». Либерж Кпадону сравнила свое творчество с творчеством Оли Бузовой. «Мне не угнаться за Ольгой по скорости записи песен. Не все так просто, как у нее. Сами понимаете, что на одном желании и стремлении не уедешь. Но в качестве исполнения могу легко ее переплюнуть. И без больших денег можно радовать вас хорошими песнями». Вика Романец прилетела на рекламную фотосессию в Дубае. Также к ней на отдых прилетел и Антон Гусев с сыном. Вместе с Викой на съемки приглашена также Элина Камерен. Евгения Гусева в это время находится в Чечне. Она тоже работает, рекламирует одежду и различные товары. Густья Иванов заступился за свою девушку Сашу Гозиас в ее конфликте с Татой Абрамсом. Вот что он пишет. «В сети развернулась настоящая война против Сашеньки, что она как-то повлияла на уход Таты. Я же не вижу ничего ужасного». Саша просто пришла к Тате и сказала, «Если ты находишься на проекте, ты хоть выходи в общий дом, общайся с участниками. Беременность – это не болезнь, не стоит выставлять себя умирающей». Ирина Агибалова подает в суд на Татьяну Африкантову за ее клевету. Юрист уже составил заявление для суда, и Ирина Александровна хочет довести дело до победного конца. Африкантова испугалась и принесла извинения Ирине Агибаловой. Из соцсетей я узнала, что она на своей родине отбывала четырехлетний срок заключения за мошенничество. Достоверность этой информации я не проверяла, поэтому приношу извинения за клевету. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.